Тут тоже веселая картина. Цены выросли сначала в три раза, мы плали до двух раз. По сравнению с тем, если бы зарплата так же выросла, была, это было бы ничего. Но зарплата оставилась на том же уровне, цены выросли. Деньги тратятся в два раза быстрее. А поделать, ну как может простой человек повлиять на цены в магазине? Если бы прийти и потребовать, чтобы вернули обратно, у них тоже не будет. Поэтому возмущайся, не возмущайся. Хотелось бы, чтобы они были дешевле. Радует то, что они сейчас начали откатываться. По сравнению с тем, что было раньше, Сагар по 35, Речка по 30, Масло по 40 и тому подобное, подсолнечное. Сейчас они упали относительно. Видимо, поняли, что лучше дешевле, но чтобы народ покупал. Или же пошел товар в Донецк. Материально трудно. Все подорожало несколько раз. Продукты питания, цены на продукты питания выросли в два раза, в принципе. А оказывают ли вам какую-то помощь пособиям, может, гуманитарку? Да, да, да. В этом отношении помощь, гуманитарная помощь. Ежемесячно мы получаем гуманитарную помощь. Вот. И пенсию уже начали выплачивать. Я уже первую пенсию ДНР получаю. В рублях. А как вам цены на продукты питания? Ну, хотелось бы, чтобы были пониже. Ну, ничего страшного. Самое главное, что людям уже выплачивают пенсии, заработные платы. Все будет хорошо. Как говорится, мы в 90-е годы жили, нам тяжелее было. И выжили. То есть, в целом, вы довольны правительством Донецкой Республики, да? Да, довольны. А как вам цены на продукты питания? Выросли. Жить можно. Выросли за счет того, что Украина же блокирует поставки. А российский товар, он, как бы, сам по себе, соответственно, идет дороже. Потому что у них более, как бы, дорогие там, чем у наших. Как вы считаете, не путают сейчас дончан то, что можно сейчас расплачиваться и гривнами, и рублями? Так, там сложного ничего нет. В принципе, здесь. Это не сильно мочарное направление. Ну, то есть, в целом, можно сказать, что вы довольны правительством Республики? Ну, да. Главное, что нет войны, не стреляют, как бы, тихо, нормально. Спасибо.